Живут в режиме чрезвычайной ситуации. В двух селах Машковского района, Барлак и Новомашковском нет воды. Коммунальщики принимают экстренные меры. Проблеме не первый год. Собираются ли ее решать, узнал Александр Сульдин. Село Барлак, живописный уголок, вечерняя прохлада, цветами пахнет. Здесь так приятно отдыхать от суеты каменных джунглей, мегаполиса. Село Барлак, 30 километров от Новосибирска. Тихое место, почти дачное. Сюда детей на каникулы привозят, чтобы отдыхали и сил набирались. Сегодня это зона настоящей чрезвычайной ситуации. Три недели нет питьевой воды. В домохозяйствах на счету каждый литр. Режим чрезвычайной ситуации ввели, чтобы хоть как-то помочь местным жителям использовать деньги из бюджетной копилки на черный день. И вот такой день наступил. Жара с самого начала лета, ни одного дождя. Краны в домах пересохли. Коммунальщики проложили временный водопровод вокруг села. Сейчас чередуют отключения. Воды нет то на верхних, то на нижних улицах. Установили вот такие еврокубы. Фания Патрушева узнала об этом баке случайно. Сюда за час сделала несколько рейсов. Говорит, вода дома сейчас настоящее богатство. Раньше нальешь, стаканчик не допил, выливал, ну как привыкли. А тут цветочек льешь или еще куда-то лишь бы. Или на руки, чтобы помыть руки хотя бы. Склад бутылок. Попить, обед приготовить. Безжизненная стиральная машина-автомат. Давно не включали. Сухой кран. Илейки по скрупулезному расчету для чеснока и моркови. Фания говорит, такая ситуация уже 30 лет, как только жара наступает. По словам коммунальщиков, система водоснабжения не справляется. Задействованы три скважины, но их не хватает. Мы в мае 2022 года подготовили техническое задание на программу «Чистая вода». Подали эти документы и ждем, когда мы здесь отпроектируемся и сделаем еще одну скважину и реконструкцию сетей. Здесь придется бурить глубокую скважину. Минимум 110 метров. Если меньше, то вода быстро уходит. Работы обойдутся в миллионы рублей. Как правило, проектирование занимает один год. Затем еще один строительный сезон, само бурение и прокладка труб. Александр Сульдин, Борис Гладких, Новости ОТС.